Спаси! Вы меня видите, я вас не вижу, но я ощущаю, что вы любите церковь, что вы соскучились, слава Богу, что у нас есть эта возможность. Верю, что у всех у вас все хорошо, верю, что вы в духе читаете Слово, прибиваете в Слово, верю, что это большая возможность и проститься, и молиться. Слава Богу за нашу церковь, и я знаю и понимаю то, что Бог хочет делать, Он сотворит в нас и через нас. И сегодня такой праздничный день, я хочу вас поздравить с праздником, потому что сегодня, вы знаете, день, когда Иисус Христос пришел в Иерусалим, или, как говорят в народе, вербное воскресенье. Так что с праздником, и сегодня мое слово называется «Торжественный вход Иисуса Христа в Иерусалим». Это почему я выбрал это слово, потому что это очень важно. Вы знаете, каждый праздник имеет смысл, суть. И если мы не поймем суть этого праздника, или суть этого действия, которое сделал Христос, мы никогда не поймем, что Он хотел этим сказать. И что, и какая польза сегодня для нашей жизни, для церкви живого Бога. Аминь. Поэтому это первое, то, что это было пророчески сказано уже. Пророк Захария, 9 главе, 9 стихом написал такие слова. «Ликуй от радости, дочерь Сиона». Я читаю, пророк Захария, книга пророка Захария, 9 глава, 9 стих. Говорится такие слова. «Ликуй от радости, дочерь Сиона, торжествуй, дочерь Иерусалима. Все царь твой грядет к тебе, праведни и спасающий, спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом ослице». Очень важно, почему пророк этот день называет днем радости и веселья. Пророк называет этот день днем радости и веселья, потому что в этом дне есть огромнейший суть. Это тот день, когда Дух Святой просто пророчески привел Иисуса Христа в Иерусалим, потому что у него оставалось несколько дней до Пасхи, и он должен был прийти как пасхальне, а пасхальне огнец и стать жертвой для меня и для тебя. Поэтому мы будем немножко говориться об этом празднике, о вербном воскресенье, потому что люди из этого делали праздник. Они берут, покупают какие-то ветки, какие-то цветы, я не знаю, но и они идут в храм и это приносят в храм, но не понимая суть этого праздника. Может быть, кто-то меня услышит, который первый раз слышит эти моменты. Услышьте суть этого праздника. Это очень важно. Почему пророк называет это праздником ликования, праздником радости? Потому что через этого не само суть праздника, не само праздник важен, а важен, кто в этом празднике участвует. Что имел в виду пророк, который говорит, что вот царь твой приходит, поэтому радуйся и ликуй. Почему? Потому что очень важный момент, это очень сильный момент, и я хочу об этом немножко поговорить. Потому что Иисус Христос – это Спаситель. Аминь. И смотрите, Он туда входил, первое, о чем я хочу говорить, Он вошел в город как победитель. Он вошел в город как победитель. Почему? Потому что Он побеждал, Он должен был победить грех и смерть. Иоанн, когда его вытер, Он сказал, «Вот Агнец Божий, который берет грехи всего мира». Я очень надеюсь и верю, что каждый из нас будет этот момент понимать четко, что Иисус Христос взял мои грехи на себя. Если я не пойму этот момент, если для меня не будет открыто, что я… Вы знаете, мы можем изучать всю Библию, но если мы отойдем от Христа, поверье, если мы отойдем от Христа, мы такие же грешники, как все. Потому что только через кровь Иисуса Христа уничтожается грех. Только Иисус Христос имеет право взять грехи на себя. Это очень важно, братья и сестры. Я сейчас просто пересеклю время, чтобы много не говорить, сколько лишнее не говорить, поэтому… Минут пять я, наверное, уже говорил, но я понял. Примерно уже. Аллилуйя. Смотрите, грех и смерть. Это очень важно, потому что Он – Агнец Божий. Он зашел, все царь твой грядет, да? Он вошел, как Агнец Божий. Почему Он как победитель вошел? Посмотрите, люди посылали перед Ним свои одежды, встречали пальмовыми ветвами. Они даже не понимали, они, видя Его чудеса, они думали, что Он царь, Он царь, они думали, что Он достоин вот этого все, но они не соображали суть этого праздника. То есть мы должны понять, если мы не понимаем, что во Христе Иисусе только спасение, и Он взял на Себя наши грехи и понес наши болезни, наказание мира нашего было на Нем, то мы никогда не поймем суть этого праздника. Почему? Потому что после этого воскресения, после сегодняшнего дня, еще несколько дней, и Он будет взят, и Он будет умереть. И все те люди, которые сейчас кричали Ему, и постеляли эти одежды, и пальмовые ветви, и потом они будут кричать, распни, распни. Поэтому, смотрите, Он вошел, как победитель греха и смерти, потому что Он, Агнец Божий, заклинный за нас. Следующий пункт очень важный, Он вошел, как царь, потому что там кричали, Син Давидов. Он вошел, как царь, Син Давидов. То есть они принимали, как царя Его. И потом Он вошел, как Господь, то есть Син Божий. Это очень важно. Иисус Христос пришел в Иерусалим в качестве трех статуса. Первый – это Агнец Божий, который берет грехи на себя. Второй – это Царь Израильский, то есть Син Давида. Они кричали «Ассанна», Сыну Давидову. И грядущий во имя Господа. И Син Божий, то есть Царь Царей и Господь Господствующий. И это очень важно. И он, знаете, я сейчас в итоге скажу, почему это очень важно. Потому что если мы эти моменты не поймем, мы никогда не сможем понять, что хотел Бог сказать через этот праздник. Матфея, 21 глава, описывает вот это все, что происходило. Смотрите. «И если кто скажет нам что-нибудь, отвечайте». То есть он послал, чтобы взяли этого осленка, чтобы произошло это, сбылось это пророчество. Смотрите. «Все же сие было, да сбудется вечерняя через пророка, который говорит, Захария 9.9. «Скажите дочери Сионовой, все царь твой грядет к тебе, кроткий, сидя на осныце и молодом осны». Посмотрите. Это пророчество было сказано, чтобы израильский народ был готов. Сегодня, что это, какая роль это играет в церкви? Братья и сестры, мы понимаем, что церковь – это духовное строение. И если мы не поймем, что Иисус Христос, Он огнец Божий, пришел в мою жизнь, Он вечный царь пришел в мою жизнь, Он Господь и Син Божий пришел в мою жизнь, этот праздник для нас не имеет никакого смысла, потому что Он должен прийти в мое сердце, Он должен занимать мое сердце, как огнец Божий. То есть, потому что Его кровью я амит, Его кровью очищен, еще и Он царь, царь вечный, царь небесный и Господь, и Сын Божий. Аминь. И второе очень важное – Его царство не от этого мира. Иоанна 18, 36. Братья и сестры, давайте откроем Иоанна 18, 36, 18 глава, 36 стих. Иисус отвечал, «Царство мое не от мира сего. Если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за Меня». То есть, Он не ожидал никакой поддержки и помощи от мира. Его царства не было от этого мира, поэтому люди не понимали, почему, во-первых, царь потом в таком кротости. Вот кротость, как раз таки говорит, 25 глава, 5 стих, мы прочитали, «Царь твой глядет к тебе кроткий». Почему кроткий? Потому что понимание этого мира, царя или властелина, всегда имел такое, ну, властное положение такое, как бы имеющий такой вид, такой, ну, властелин такой. А Иисус Христос, будучи Царем Небесным, Он имел вид кроткий. Вот кротость Его и говорили о том, что Он царство Его духовное, Он царь вечный. И никогда Его царство никогда, никогда не поколебится, потому что это царь вечный. Давайте мы откроем Псалом 117. Это очень важно, братья и сестры. 24, 25, 26 стихи. «Сей день сотворил Господь. Возрадуемся и возвеселимся в Оний. О Господи, спаси же, о Господи, спаспишествуй же. Благословим грядущий во имя Господня. Благословляем вас из Дома Господня». Знаете, царь – это спаситель. Иисус Христос вошел как спаситель. Иисус Христос пришел как кроткий. И Он говорит, «Царство Мое не от этого мира». Аминь, братья и сестры. Я знаю и верю, что каждый человек, ожидая и имея внутри себя такое понимание, хочет какого-то покоя, хочет приобретать какой-то покой. Вот покой наш в этой кротости Христа, когда Христос проявляет эту кротость, как будто Он открывает двери, как будто Он дает нам возможность войти в этот покой. Потому что почему у Израиля отмечается суббота, то есть день покоя? А что делает Христос для Церкви Своей? Вот Он вошел и принес нам этот вечный покой. Теперь мы не только один день чтим для Господа. Мы каждые дни чтим для Господа. Наш покой – это когда мы ощущаем Его кротость в нашем сердце. Наш покой – когда мы ощущаем Божью любовь к нам. Наш покой – когда мы понимаем, что мои грехи прошли. Когда я понимаю, что для меня началось новое время. Потому что в тот день, когда Он зашел в Иерусалим, Он знал четко, первое, что Его возьмут. Второе, что Ему предадут. Третье, что Он будет мучен. Четвертое, что Пасха состоится. И Он избран Божий Агнец для того, чтобы наши грехи были прошены. Это единственная жертва сегодня на этом мире, чтобы человек принял эту жертву и получил прошение грехов. Без этой жертвы не бывает прошения грехов. И Он знал, поэтому и написано, писал Папея, спаси нас, поспешиствуй. То есть приди в Иерусалим. Наш Иерусалим сегодня, может быть, наш город. Но я еще что-то скажу. Наш Иерусалим – это наше сердце. Мы должны допустить, чтобы он вошел в наше сердце. Чтобы он стал как этим жертвенним агнцем для нас. Вы понимаете, почему? Потому что, смотрите, сердцем веруют к праведности, а устами говорят о спасении. Понимаете? Потому что очень важно, чтобы мы сердцем это могли принимать. Чтобы Иисус вошел в мое сердце. Если Иисус... Помните, я в прошлом воскресенье говорил о том, о посвящении нашей жизни Богу. Я сегодня говорю, если Христос не войдет в наше сердце, как вот здесь вошел. Каким образом? Как кроткий царь. Мы должны ощущать его кротость. Мы должны понимать, что он хочет от нас. Мы должны смириться под крепкую его, под крепкую Божью руку. И он вознесет вас в свое время. И посмотрите, если мы дальше будем читать, он говорит... Он после этого сразу, вот Матфея 21 глава. Я очень быстро говорю. Может быть, мне медленно чуть-чуть говорить, чтобы это ясно было. Матфея 21 глава, 12-13 стихи. Посмотрите, давайте с 11 стиха. Народ же говорит, сей есть Иисус, пророк из Назарета Галилейского. Хотя евреи, то есть книжники и фарисеи знали, что из Назарета Галилейского не бывает пророка. Они это знали. Но народ кричал, что он пророк из Назарета Галилейского. Посмотрите, и вошел Иисус в храм Божий, и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул стали мировщиков, и скамье продающих голубей. И говорили им, написано, дом мой, домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников. Знаете, до того, как нам принимать Иисуса Христа, у нас внутри такая торговля идет. Вы даже не представляете, что происходит. Вы знаете, если у вас и сейчас внутри такое происходит, вам надо просто остановиться и познать, верили ли вы, стоите. Двиг, почему? Я сейчас одно место прочитаю, чтобы каждый из вас знал это. Первое колитв... Давайте мы прочитаем Исаия 56-7. Я спешу, чтобы во время не успеть это все вам рассказывать. Я верю, что когда мы соберемся вместе, братья и сестры, я верю, что то Слово, которое Бог готовит для того, может быть, на Пасху 16-го числа нам разрешат собираться. Я надеюсь, я молюсь, я верю, что у Бога есть свои времена и сроки, но я знаю, что Бог что-то, что-то, что-то приготовил для нас, потому что я получаю письма, которые говорят, пасторами соскучились по церкви, пасторами соскучились по общению. Вы знаете, иногда Бог делает так, чтобы вы ценили, что мы имеем. Аллилуйя! Поэтому, смотрите, в храме Он выгоняет все лишнее. Многие говорят, нельзя в храме что-то продавать. Многие говорят, в церкви нельзя что-то продавать. Вы знаете, братья и сестры, вот есть люди, которые буквально это понимают, но очень важно, а что происходит в сердце человека, а что происходит внутри человека, какая торговля идет. Вы знаете, сегодня многие не просто за 30 серебряников продают или предают Христа, за какие-то копейки предают Христа. Что за торговля идет в сердце человека? Давайте откроем Исаия 56, 56, 7. Исаия 56, 7. У меня везде закладки. Я приведу на святую гору мою и обрадую их в моем доме молитвы. Все сожжения их жертвы будут благоприятны на жертвеннике моем, ибо дом мой назовется домом молитвы для всех народов. Дом мой назовется домом молитвы для всех народов. Исаия 56, 7. Аллилуйя! Дом мой наречется домом молитвы для всех народов. Это важно? И Еремия 7, 11. Мне так непривычно так проповедовать, вы не представляете. И Еремия 7, 11. Мне бы походить тут немножко здесь, чтобы откровения побольше получать. Еремия 7, 11. Не сделался ли вертепом разбойников в глазах ваших дом сей, над которым наречено имя мое? Вот я видел это, говорит Господь. Вот о чем говорит. Иисус вошел и видел это. А пророк Еремия уже говорит, что он увидел это. Посмотрите, то есть, вы знаете, о чем идет речь? Бог говорит, что прежде чем я тебя позвал, я все видел в твоей жизни. Что бы ни случилось с тобой, я выбрал тебя, я позвал тебя уже, я буду сам очищать тебя, я буду сам выгонять этих моментов. Но посмотрите, главное, чтобы сердце человека, храм Духа Святого не стало вертепом разбойников. Почему? Потому что первое Коринфянам. Открываем первое Коринфянам, 19-20. 6 глава, 19-20. Не знаете ли, что тела ваши, суть храм, живущего у вас Святого Духа, которое вы имеете от Бога и вине своей, ибо вы куплены дорогую цену, посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые есть, которые суть Божия, которые суть Божия. Знаете, Бог хочет, чтобы мы просто прославляли Бога и в телах наших, и привели порядок в сердцах наших. Потому что очень важно, чтобы мы понимали, что Дух Святой за нами, но как бы не следит, Он живет внутри нас. Куда бы мы ни пошли, Он с нами. Как бы мы ни поступали, Он ведет нас. Вы знаете, Павел говорит, не соединяйтесь ни с блудницами, ни с грехом, потому что соединяющийся с Господом есть один Дух, а соединяющийся с блудницей, то есть с этим миром, есть один Дух с этим миром. Ну, Бог говорит, до ревности любит Дух, живущий в вас. И очень важно, чтобы мы это понимали, братья и сестры, я как пастор вас благословляю, чтобы вы проверяли свою жизнь, чтобы вы исследовали свое сердце. Потому что сегодня воскресенье, праздник, вербное воскресенье. Многие друг другу поздравляют, многие будут ветки, дадут, если дадут, я надеюсь, что дадут в это воскресенье людям выходить. Может быть, в какой-то храм пойдет кто-то, может быть, кто-то отправит такие смайлики с этими ветками. Но поймите, желание Бога, чтобы мне смайлики отправляли друг друга. Желание Бога, чтобы мы не ветки просто освещали и отправляли друг друга. Желание Бога, чтобы мы следили за своим сердцем. Чтобы мы понимали, царь, который заходит в наше сердце, это не просто спаситель. Это сын Божий, это агнец Божий, это сын Давида. Царь царей, это лев из колена Иудини. Если он сын Давида, то это царь из колена Иудини. И очень важно, братья и сестры, чтобы мы это осознавали и знали, что его царство это духовное. Он говорил своим ученикам, если вам скажут, вот там Христос, не идите туда. Если вам скажут, вот там пустыня, не ходите туда. Потому что вот царство Божие внутри вас есть. То есть в сердцах наших это царство Божие, братья и сестры. Если ад и рай начинаются с этой земли, если я в сердце не имею этого царства, если я внутри не имею Христа, не имею этого покоя, не имею вот этого кроткого царя внутри себя, вы знаете, у меня не будет мира. Я не смогу жить в христианской жизни. Мне скажут сюда, я побегу туда. Мне скажут туда. Знаете, почему сегодня многие ищут в церквях? Они думают, что Богу надо найти там. Если вот здесь, значит, Бог здесь, надо бежать туда. Он здесь хорошо проповедует. Он здесь хорошо прославляет. Вы знаете, я не против, чтобы хорошо прославляли. Я не против, чтобы хорошо проповедовали. Я сам люблю хорошее прославление. Я сам люблю хорошие проповеди. Но я хочу, чтобы каждый человек лично познал имя Иисуса Христа, как царя кроткого. Я хочу, чтобы каждый человек лично познал, что сделал Бог лично для меня. Потому что Бог реально изменил мою жизнь. Вы понимаете, не просто какая-то... Когда церковь для меня стала родным домом, когда Бог пришел в мое сердце. Пока Бог не придет в сердце мое, мы будем искать церкви, мы будем искать сообщения, мы будем копаться в интернетах, чтобы найти много-много нового. А что есть нового? А что есть нового? Мы будем похожи на тех греков, дяди святых апостолов, которые всегда что-то новое искали, всегда были готовы услышать новое. Но, знаете что? Христос, Он не новый, Он новое творит. Крест, Он не новый, Он старый, но Он до сих пор спасает. Кровь Иисуса Христа, Он омывает наши сердца. Поэтому сегодня, в этот день, этот воскресный день, ну пересмотри свою жизнь. Для чего ты ходишь в церковь? Любишь ли ты Иисуса? Потому что шел человек, богатый человек, но ушел, он шел и вдруг нашел жемчужину. Вы знаете, Он не кинулся брать этот жемчуг. Почему? Потому что у Него была мудрость. Поэтому Он был богатый. Он что сделал? Он правильно поступил. Он знал, что у Него есть что-то, что можно продать. Он пошел, продал все, что было свое, и купил это поле, где лежал этот жемчуг. То есть Он стал законным владельцем этого жемчуга. Это то же самое, когда мы приобретаем Христа, когда мы даем, чтобы Царь славы вошел в сердца наши, мы понимаем, мы кое-что приобрели. И нам хочется продать все и приобретать это поле, а поле – это церковь. Потому что мы там, вы знаете, что когда мы, когда несколько, десять, по-моему, прокаженных шли к Нему и кричали, Иисус, исцели нас. Иисус сказал, идите, покажите священнику. И когда они шли, они исцелились. И что случилось? Только один из них, только один из них вернулся и поблагодарил Господа. Иисус задал Ему один вопрос. А где остальные девять? А где остальные эти девять? Неужели они не исцелились? Ведь они же тоже исцелились. И сказал Он Ему, вера твоя спасла тебя. То есть ты правильно поступил. Вы знаете, что когда апостол Павел писал эти стихи, я хочу еще прочитать Иоанна, Евангелие от Иоанна, 18 глава, 36 стих. Еще раз. И царство мое не от мира сего. Если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня. Нет. Царство Иисуса Христа, это небесное. Мы хотим здесь увидеть очень много благ. Мы хотим здесь увидеть очень много благословения. Вы знаете, братья и сестры, мы это увидим. Бог благ, Он милости, Он добрый Бог. Пусть вас не обманет никто. Он очень добрый Бог. Он не смотрит ни на что. Он смотрит только положение нашего сердца. Правильно ли положение нашего сердца перед Ним? Вот это Он очень хочет. Хочу подвести итог, потому что время летит. Не хочу долго говорить. Хочу, чтобы каждый из вас потом опять и опять услышали это слово. Потому что я верю, что каждый раз, когда вы будете слушать это слово, Бог по-новому откроет вам. Он даст вам очень много откровения, потому что вербное воскресение по своей сути – это принцип нашего спасения. Это ключ к нашему спасению. Потому что Он вошел как победитель. Он пришел как огнец Божий. Он вошел в Иерусалим как царь царей и Господь господствующий. Он принял это поклонение, когда Ему начали люди поклоняться и кричать. Асанна, грядущий во имя Господа. Священники, фарисеи, которые изучали закон, изучали Тора, они препятствовали Его, когда услышали, как дети кричат. И Он им сказал пророческое слово, говорит, не услышит. Посмотрите, и от святениях вышел вон. Павл Тружек, посмотрите. Священники Ему говорят. Он им говорит. Не слышали, что из грудных младенцев устроили хвалу. Вот, младенцы, если вы не будете как дети, вы никогда не войдете в Царство Божие. Вот, младенцы, Господь, я строю Тебе хвалу. Слава Тебе. Аллилуйя Тебе. И дальше, если мы прочитаем 21 главу, после этого Он вышел из города и увидел смоковницу. Он проявил там, Он демонстрировал силу веры. Он показал, что верою очень многое можно делать. Когда Он посмотрел на этой смоковнице и увидел, что нету плода. Он что сделал? Он просто сказал, чтобы смоковница высохла. Ученики удивились. Вы знаете, что Бог в этой 21 главе очень многое нам показал. Когда мы следим за Господом, наши сердца открыты для всякого Его действия. Во имя Иисуса Христа. Если подводя итог, хочу прочитать опять 1 Калим, 6 глава. Что мы храм Духа Святого. Не знайте, что тела ваши суть храм, живущий у вас, святого Бога, святого Духа. Которого имеете вы от Бога и вине своей. Вы куплены дорогого ценой. Дорогой мой брат, дорогая моя сестра, дорогая церковь. Нас всех искупит Господь. Мы являемся храмом Духа Святого. И сегодня, на этот праздничный день, просто подними голову и скажи, Господь, я твой. Я твой навеки. Ты в моем сердце. Помоги мне, Господь. Знаете, братья и сестры, хочу с вами вместе помолиться, чтобы Дух Божий сейчас сошел на вас. Я верю, что каждый из вас любит Господа, ищет Его, читает, молится. Как получается. Бог не судит, когда кто-то малый или кто-то много. Бог вообще не пришел для того, чтобы судить. И я хочу с вами помолиться и поблагодарить Господа. Давайте склоним наши головы и скажем, Господь Иисус. Господь, я благодарю Тебя, что Ты сегодня в моем сердце. Я благодарю Тебя, что Ты ведешь меня. Я благодарю Тебя, Господь, несмотря ни на что, Ты любишь меня. Потому что Ты добрый Бог. Ты благой Бог. Ты есть любовь. Господи, спасибо Тебе, что у меня есть шанс поднять мои глаза к Тебе и сказать, Иисус, прости меня. Господь, я благодарю Тебя, что у меня есть шанс, потому что Ты умер за меня. Когда Ты вошел в Иерусалим, Ты вошел для того, чтобы искупить меня, лично меня, Господь, лично мне. Помоги мне это до конца осознать. Помоги мне, Господь, чтобы не просто ходить в церковь, а стать храмом Духа Святого. Помоги мне, Господь, чтобы дать Тебе возможность, чтобы Ты вошел в мое сердце, как храм, и очистил Господь ее. Помоги мне, Боже, потому что я нуждаюсь в Тебе, Иисус Христос. Я нуждаюсь в Твоего Духа, Бог мой. Помоги мне во всем. Я благодарю Тебя, что Ты услышал мою молитву и простил меня. И Твоя работа в моей жизни будет продолжаться. Ты будешь очищать мое сердце и приготовить меня для небес, чтобы я был всегда рядом с Тобою. Помоги мне, Господь, осознать и понять это до конца. Я люблю Тебя, Иисус. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Благословляю вас, братья и сестры. Верю, что у вас хорошее настроение, и вы с радостью принимаете Слово. Пусть Бог благословит каждого из вас. Я думаю, что скоро мы соберемся вместе. Благословляю вас в общении. Общайтесь вместе, молитесь друг за друга, благословляйте друг друга. И не забывайте, Иисус Господь. Моран Афа. Спасибо всем. Аминь. И тишина. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok